МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Когда меня попросили прийти и сказать здесь речи, я был действительно счастлив, потому что я давно уже захотел это сделать. И тогда я спросила, на какую тему, и они ответили, просветление. И я стал думать о просветлении. И для меня просветление, я вижу, как какой-то источник света в своем уме. Изначально я вижу это как нимб вокруг человека, а позже я вижу это уже как свет внутри человека. И потом, когда каждый из нас имеет этот свет внутри, когда он просветлен, потом этот свет может распространяться от человека к человеку. И я хотел бы поговорить сегодня о том, что возможно ли быть просветленным самому? И есть ли у нас шанс сделать весь мир просветленным? Возможно ли это? Нам нравятся эти кино о супергероех? Железный человек, Человек-паук, Бэтмен. Каждый из нас хотел бы быть супергероем. Но каковы шансы, что мы с вами можем стать супергероем в этой жизни? И мне кажется, есть шанс стать таким супергероем. И также есть шанс стать каждому просветленным и сделать мир просветленным. И сегодня я хотел бы поговорить об этой возможности и начать со своей собственной истории. Я родился в Америке, в обычной семье. У нас четыре брата. Отца у нас не было, только наша мама. Она была школьной учительницей. И у нас не было много денег. Ну, и потому что мы четверо парней, мы очень часто дрались друг с другом. Иногда даже ломали стулья или окна в доме. И вот однажды я устал от этих драк, и я подумал, о, я лучше останусь в школе, как можно дольше. И поэтому я оставался в библиотеке. Ну, а в библиотеке больше нечего делать, как только читать книжки. И я читал все больше и больше книг. И потом у меня получилось поступить в Принцесский университет. Моя мама была счастлива, и я был очень счастлив, потому что я сделал свою маму счастливой. И позже меня пригласили в Белый дом к президенту Соединенных Штатов. Я не скажу вам, к какому именно. И каждый говорил, что, о, у него будет прекрасная жизнь. И, наверное, на третьем году обучения в школе мне позвонили и сказали, что моя мама больна раком, и она скоро умрет. И в тот момент я впал в ступор. Я не знал, что делать со своей жизнью. Я не знал, достаточно ли хорошее место этот университет, чтобы в нем оставаться. Я чувствовал себя совершенно сконфуженно. И однажды я шел в свой класс, и там был мальчик из Индии, он сидел под деревом. А я в этот момент торопился в класс. Я никогда не опаздывал на уроки. И он посмотрел на меня, как Будда, и поманил меня пальцем, как Будда делал людям обычно. И я подошел к нему и сказал, мне нужно идти в класс. А он мне сказал, садись. И он сказал, то, что ты должен выучить, ты не можешь выучить в университете. Я сел, и он сказал мне, ты должен ехать в Индию. И ты должен спросить у буддистов, что случилось с твоей мамой, и как ты можешь это изменить. Не оставайся здесь в университете. И тут же, вот прям в этот же момент я сказал, хорошо, я поеду в Индию. И тогда я пошел в администрацию университета и сказал, мне нужно уехать в Индию. И я надеялся, что они ответят, не, не, ты не можешь ехать. Но они сказали, да, поезжай. Езжай на год, и мы все оплатим. Мы отправим стипендию в Индию. И тогда я понял, ой, я должен ехать в Индию. И я пошел в самолет, и я был очень напуган, потому что я до этого никогда не ездил за границу. И я полетел в Индию. Я не знаю, были ли вы там, это были 70-е годы. И дверь самолета раскрылась, и я помню этот первый запах. Я помню, как этот запах вошел в самолет, и вот этот запах, я его очень хорошо запомнил. И вслед за этим запахом появился запах Индии. И он был всегда ужасен. И я вышел в аэропорт и стал искать своего друга. Прошу прощения, мой телефон. Извините. Только у ламы есть этот номер. Окей. Я стал искать своего друга в аэропорту, и там были тысячи людей вокруг. И они кричали, и было много куриц, и цыплят, и коров, и свиней. И я не смог найти его. Я три часа его искал, и так и не нашел. И позже он мне рассказал, что он никогда и не был в Индии. И я вышел на улицу, и 200 водителей ко мне сразу подбежали. «Тебе нужно такси? Нужно такси?» Я сказал, «Да, да, я возьму такси». И таксист меня спрашивает, «А куда мы едем?» И я ответил, «Я не знаю». И таксист ответил, «Ну, мне трудно тебя туда увезти». «Может, тебе нужно место, где ты остановишься?» «Да, да, мне нужно место, где бы я мог остановиться». «О, тебе так повезло, у моего брата как раз есть отель». У каждого индийского таксиста есть брат, у которого есть отель. Это просто его дом, но они из вас возьмут денег столько, как за отель. И я приехал в этот дом и заперся в спальне. Два дня я оттуда не выходил. И, наконец, брат таксиста постучал в дверь и спросил меня, «Ты там?» И я ответил, «Да». «Ты выходишь?» «Нет». «Ты в порядке?» «Нет». «Ты голоден?» «Да». «Ладно, я принесу тебе еды, но тебе придется открыть дверь». И он мне принес еды, очень красивое индийское блюдо, и объяснил, что значит. И потом он спросил, «Зачем ты приехал в Индию?» И я ответил, что я должен узнать о жизни и о том, почему моя мама умирает. Я должен это понять. И он спросил, «А что ты собираешься делать?» Я ответил, что мне нужно поговорить с буддистами, что мне нужно найти буддистов. И тогда он посмотрел на свои ручные часы и сказал, «Ну, тут есть небольшая проблема». Я спросил, «Что такое?» Он говорит, «Ну, ты немного опоздал». Я спросила, «Почему?» И он ответил, «Буддисты закончились в Индии тысячу лет назад». В Индии нет буддистов. Я спросила, «Что же мне делать?» «У меня билет обратный только через три месяца». И он ответил, «Ну, есть тибетские ламы в Гималаях. Иди в Гималайи, может быть, ты найдешь». И я пошел в Гималайи, и да, действительно, я встретил ламы. И в те годы ты мог встретить большого ламу, просто войдя в лагерь беженцев. И ты мог спокойно говорить с ними. И через некоторое время я присоединился к монастырю. Я стал монахом и остался там на 25 лет, в тибетском монастыре. И там очень сложная программа, тебе нужно говорить на тибетском языке. Ты встаешь в 4 утра, медитируешь, идешь в класс, и потом у вас дебаты. И это выглядит вот так. И тебе нужно отвечать на вопросы по философии и медитировать по 4-5 часов в день. Это все выглядит вот так. И через 25 лет у тебя последний экзамен. И ты идешь в общественный парк. И ты должен сидеть впереди, и каждый монах, а в моем монастыре их было тысяча, каждый монах будет задавать тебе вопросы. Один за другим, день и ночь. И это длится 3 недели. Каждый задает тебе вопросы. И тебе нужно на них ответить. И в последний день большие ламы, твои учителя будут задавать тебе вопросы. И в прошлом году я нашел видео со своего экзамена. Мне кажется, вам будет интересно это посмотреть. Давайте попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И потом, когда вы заканчиваете, ну, если вы прошли экзамен, то вы не получаете какой-либо бумажки, а вы получаете вот эту шляпу. И до конца своей жизни вы можете назвать себя Геши. И потом Геши просто расслабляются в монастыре и говорят другим людям, что им делать. И пьют чай, и это вот все обязанности Геши. И вот так вот я отдыхал в своей комнате, и вдруг поступил звонок от главы монастыря. Ты должен прийти в мой офис. Обычно мы ходили туда только за наказанием. И вот мне поступил звонок. Я покажу вам монастырский телефон. Это и есть телефон. У нас нет никаких телефонов в монастыре. Ты просто передаешь свое послание маленькому монаху, и он бежит и передает это сообщение. Но если он встретил своих друзей и съел конфетку, то связь прервалась. То есть обычно ты должен сказать трем таким малышам, и тогда твое сообщение дойдет до адресата. Ну, и я пришел к голове монастыря. За все 25 лет он ничего хорошего мне, в принципе, не сказал. Он был очень суровым. Но тут он сказал, поздравляю, за все 600 лет ты первый человек, который получил степень Геши, не тибетец. И я хочу поздравить тебя. И я говорю, спасибо. И он говорит, теперь ты готов к своему второму экзамену. И я говорю, погодите, вы ничего не упоминали ранее о втором экзамене. О, да, но ты иностранец, поэтому у нас есть специальный второй экзамен для тебя. И я спросил, что же это за экзамен? И он говорит, ты должен поехать в Нью-Йорк. Я говорю, но я ненавижу Нью-Йорк. Он говорит, ты должен там начать бизнес. Но я ненавижу бизнес, поэтому я и приехал в Тибетский монастырь. Да-да, и ты должен сделать 1 миллион долларов за один год. Ну, почему же? Потому что за все 25 лет мы учили тебя, как же менять эту реальность. Это то, чему они нас учили в монастыре. Как ты меняешь реальность, как в фильме «Матрица». Как ты можешь делать вот так вот и менять реальность? Мы называем это кармой. Мы учили тебя там 25 лет, и мы хотим тебя проверить. И увидеть, действительно ли ты понял, как это делать в реальной жизни. Поэтому мы делаем этот большой эксперимент. И они послали меня в Нью-Йорк. У меня было с собой 7 долларов, у меня вообще больше не было денег. И мне нужен был костюм. И я пошел вот в это место, где они продают, ну, вы знаете, Гудвилл. Они там продают одежду умерших людей. И я купил костюм, он забавно очень пах. Он пах мертвым человеком. И я спросил, Лама, а какой бизнес я должен делать? Я вообще не умею никакого бизнеса делать. И он говорит, о, ты будешь заниматься алмазным бизнесом. Но я не хочу заниматься алмазным бизнесом, это грязный бизнес. О, ну мы посылаем тебя в самый грязный бизнес, потому что ты знаешь, что лотос всегда растет в грязи. Поэтому ты должен пойти в самый грязный бизнес. И посмотрим, сможешь ли ты сделать его чистым. Ну, вот так. И мы основали алмазную компанию из трех людей. Я использовал кармические семена, которым я хочу обучить вас сегодня. Как сажать кармические семена у себя в уме. И сейчас в компании 10 тысяч человек. Мы достигли годового оборота в 250 миллионов долларов. И в 2009 году нашу компанию купил Уоррен Бафф. И я использовал все свои деньги, чтобы начать проект для тибетских беженцев. И проекту сейчас уже много лет. И мы обучаем их использовать компьютер, чтобы печатать их старинные священные книги. И вот уже 28 лет мы обучаем тибетцев в их лагерях беженцев. Печатать старинные тибетские книги и выкладывать их онлайн бесплатно. Вот это то, что я сделал со своими деньгами. Я думаю, что в жизни есть пять целей, которые люди хотели бы достичь. Первую я назову – это финансовая независимость. Я хочу иметь достаточно денег, чтобы делать то, что я хочу делать. И я бы хотела иметь достаточно денег, чтобы помогать беженцам в Европе и по всему миру. Я хочу иметь много денег и быть независимым. Я не хочу большой дом, потому что я не хочу чистить этот большой дом. И мне не нужна большая машина, потому что ее сложно припарковать. Я хочу простые, маленькие, красивые вещи. И я не хочу думать о деньгах. Я хочу иметь столько денег, чтобы иметь возможность о них не думать. Так что для меня это первая цель – быть финансово независимым. Ну и во-вторых, ты можешь быть богатым, но ты можешь быть одиноким. Я думаю, каждый из нас хотел бы иметь красивое отношение, хорошую семью. Поэтому мне кажется, что отношение – это вторая цель. Это самая счастливая вещь в человеческой жизни, если она действительно хороша. И это самая ужасная вещь в жизни, если у тебя идет плохо. Я думаю, третья цель – это здоровье. Все хотят быть молодыми, сильными, здоровыми, не болеть. Это все внешние цели, а внутри же с финансовой независимостью, с красивыми отношениями и с огромной энергией. Внутри же я хочу быть умиротворенным. Я хочу пребывать в спокойном состоянии ума. И вот мне кажется, это четвертая цель. Это те четыре вещи, которые каждый из нас хотел бы иметь. И вот пятая вещь – я бы хотел сделать что-то, чтобы помочь миру. Я бы хотел привнести эти четыре вещи всему миру, как просветление. Поделиться с тем, что у меня есть с оставшимся миром. Я научу вас четырем шагам, которым меня обучили в монастыре. Они берут свое начало в IV веке. Это как сажать семена в своем уме, чтобы достигнуть тех вещей, которые вы хотите. Сначала я задам вам некоторые вопросы, и вы сразу же мне отвечаете. Это старинная тибетская система. Что это за вещь? Это шариковая ручка. Да, это ручка. Следующий вопрос. Если маленькая собачка сюда войдет, и я покажу это собачке, что собачка сделает с этим? Да, она ее возьмет в рот, пожует. А собачка видит это как ручку? Нет, она воспринимает это как то, что можно пожевать. И следующий вопрос. Кто прав, собака или человек? Оба, да. Вы можете сказать, что оба правы. Человек может писать, а собачка может жевать. И самый важный вопрос. Если я подойду сюда и положу эту вещь сюда, и все люди и собаки выйдут из комнаты, в тот самый момент, что это за вещь? Ручка или жевательная игрушка? О, у нее есть лучший ответ. Она сделала так вот. И это правильный ответ, потому что в тот момент это, можно сказать, ничего. В буддизме мы называем это пустота. Если вы поймете пустоту, вы можете сделать что угодно. Вы можете создать 250-миллионную компанию. Вы можете помочь беженцам. Вы действительно можете сделать это, если вы поймете. То же значит пустота. Если человек обратно зайдет в эту комнату, подойдет к этой вещи, чем станет эта вещь? Она снова станет ручкой. Эта ручка исходит из человека, или эта ручка исходит из самой себя? Она исходит из человека, потому что если собака войдет в эту комнату, то она станет жевательной игрушкой. То есть ручка исходит из меня. Если я закрою глаза и пожелаю, чтобы у меня в руках оказался бриллиант, что-то изменится? Нет, я не могу изменить это по желанию. Есть что-то в моем уме, что заставляет меня видеть это как ручку. В буддизме мы называем это карма. Есть семя в моем уме, и когда я смотрю на эту вещь, это семя раскрывается в моем уме, и оно заставляет меня видеть это как ручку. Кто посадил это семя в моем уме? Да, мы видим, что только я могу сам посадить это семя. Как же мы сажаем семена? Вы подходите к другому человеку и спрашиваете, хотите ли вы иметь ручку, и вы отдаете им ручку. И когда вы раскрываете свою ладонь, чтобы отдать им ручку или деньги, или помощь биженсам, что угодно, когда вы отдаете ручку, раскрывая свою руку, кто видит эту руку раскрытой? Вы видите раскрытую ладонь, и другой человек видит эту раскрытую ладонь. И когда вы раскрываете свою ладонь, эта картинка идет в вашу голову, в ваш мозг, и она создает семя в вашем уме. Когда вы даете что-то кому-то с намерением помочь, с любовью, это создает запись в вашем уме, вот эту картинку раскрытой руки. И эта картинка оседает в вашем уме и создает семя. И два дня спустя вы приходите на TED Talk, и парень поднимает эту вещь, и это семя раскрывается в вашем уме. И вы видите ручку, и вы не собак. Существует четыре способа посадки семян, я вам быстро их расскажу, ладно? Вы можете сделать это для денег, для 200 миллионов долларов, вы можете сделать это для партнера, вы можете сделать это для своего здоровья или чтобы помочь всему миру. Существует четыре шага, я написал их вот на листе бумаги для вас. Первый, решите, что вы хотите. Вот из тех пяти целей, что я упомянул, решите, что вы хотите. Если вы не знаете, что вы хотите, ну, напишите, я не знаю, чего я хочу. Я хочу знать, чего я хочу. Второй шаг. Вы должны найти человека, который хочет то же самое, что и вы. Вы должны выбрать другого человека, который хочет то же самое. Если вам нужен партнер, то вы должны найти одинокого человека. Это второй шаг. Я не шучу, вы не можете посадить семя сами. Вам нужен другой человек, чтобы посадить это семя. Третий шаг – ходите с ними раз в неделю куда-нибудь. Помогайте им раз в неделю. Это может быть эмоциональная поддержка, это не обязательно должны быть деньги. Это может быть любовь, забота, помощь другому человеку. Это шаг номер три. И когда вы разговариваете с ними, вы слышите, как вы говорите, и это сажает семя в вашем уме. Это называется карма. И эта карма может оставаться в вашем уме, не раскрываясь сто лет. И вы знаете таких людей, которые делают хорошие дела, и в то же время у них ужасная жизнь. Это потому, что они не знают, как поливать эти семена. Это шаг номер четыре. Это последняя вещь, которую я должен вам сказать. Это трюк, чтобы раскрыть семена в вашем уме, чтобы они проросли быстро и сильно. 200 миллионов долларов или прекрасный партнер до конца вашей жизни. Трюк заключается в том, что когда вы приходите вечером домой, и перед тем, как вы ляжете спать, вы кладете свою голову на подушку и делаете маленькую медитацию с головой на вашей подушке. Мы называем это кофе-медитацией. Не спрашивайте меня, почему. И вы думаете о тех красивых вещах, которые вы сделали для кого-то. И когда вы думаете об этом, когда вы думаете об этой карме, это поливает карму. И позволяет семенам раскрыться в вашем уме быстро. Семена прорастают в те вещи, о которых вы ведь мечтаете. И если вы поймете это, то те, кто хочет денег, будут давать деньги другим людям и будут чувствовать себя счастливыми по этому поводу. Те, кто хотят здоровья или партнера, будут давать это другим людям и будут счастливы от этого. Те, кто хочет внутреннего счастья, будут помогать людям обрести это внутреннее счастье. И это то, как вы можете менять мир, как вы даете им просветление. Это только через помощь другим людям. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok